Итак, я говорю о парламентской форме правления. Что это предполагает? Это предполагает, что у нас не будет одного человека, который рулит всем. Сейчас Назарбаев назначает судей, назначает правительство, фактически назначает весь парламент. Созданы два вида парламента. Это мажорист, сенат, маслехаты. Они все не имеют никакого голоса. Это просто декорации. Рулит всем страной один человек Назарбаев со своими близкими людьми и родственниками. А его близкие люди и родственники, они просто выполняют его команды. Поэтому мы должны построить по западному образцу. Что значит построить по западному образцу? Это когда парламент является исполнительным органом, парламент является представителем народа. Депутаты на прямых всеобщих выборов избираются народом. Они делегируют свои полномочия управлять страной от их имени, дают полномочия. Парламент голосует. И парламент же назначает правительство. Далее. Судьи будут независимы. Сейчас же получается, что президент же всем рулит. А завтра, когда мы придем к власти, будет реальная независимая судебная система. Вот представьте, что такое ваш Аким в области. Аким все рулит, всем рулит. И силовики ему подчиняются, и судьи. Он что хочет, то и делает. Это такой мини Назарбаев, но в области. Единственный хозяин, кого он боится, это сам Назарбаев. Он никого не боится. КНБ фактически косвенно в его подчинении. Суды. Он на всех оказывает давление. В мире это не так. Суды работают отдельно. Местные органы власти работают отдельно. Прокуратура и так далее. На них не может влиять глава области. Также на них не может влиять и президент страны. Вот так в мире устроено. И тогда это приводит к тому, что конкуренция между разными ветвями власти. У каждого свои полномочия. Есть органы, которые надзирают над ними за выполнение своих полномочий. И тогда нет такой тоталитарной власти. Вот именно такую страну мы хотим построить.